...который сейчас здесь будет показан, очень хороший, 1,43, всего там 3 секунды, но тогда действительно было в комбинезонах, сейчас нет. Действительно уровень плавания поднимается немного, можно говорить об этом, да? Ну, во-первых, мы сейчас наблюдали просто дистанцию ту, которую в России сейчас не только приковано внимание российского плавания, но и мирового. Поэтому он вызывает громадный интерес, и те результаты, которые здесь были показаны, да, они соответствуют для октября месяца. Если учесть, что сегодня Австралия, Америка, все плывут после игр в лучшей форме, которые проходили там, допустим, у кого-то азиатские, у кого-то проходит, ну, из-за моря, вот это там, еще там какие-то игры там проходят, там всякие. Понимаете, вы поймите, это в другой форме люди, лето. У них лето, в Австралии лето сегодня. Ну, конечно, это результат очень высокий. А вообще вы ожидаете здесь высоких результатов, или пока рано форсируют форму в среди чемпионатами? Ну, я не думаю, что самого высокого уровня результаты будут, поскольку сезон у российских спортсменов только начинается у плавцов, и они будут, они будут идти, эти результаты только у нас, думаю, в декабре появятся те, которые мы хотели бы. Ну, вообще-то цель, вообще-то, если в этом году даже не чемпионат мира в короткой воде, но все-таки это перед Олимпийский чемпионат мира, последний, который соберет сильнейших плавцов мира, и где будет, я думаю, совершенно позиция. Ну, я не знаю, где-то, я рассказал, как все. Вы знаете, что мы можем сказать о наших, Болгоградских спортсменах. Вы надеетесь на удачное выступление в Белгограде? Ну, сегодня, вы знаете, претендует на медали сегодня Стрельника на 400 комплекс, Коновалов на 100 дельфин, Иваненко на 400 комплекс. Вот сейчас у Шахова видели, мы строго не должны к нему относиться. Первое, он Олимпийский чемпион, но дело в том, что среди юношей, но результат утром показал 1,46, это высокий результат. Надо не забывать, в короткой воде плавают люди, во-первых, это намного сильнее, это те, которые более взрослые, во-вторых, это более спортивно-аттетические, более спортсмены, обычно молодые, намного тяжелее короткую воду переносят. Поэтому мы достаточно довольны, в принципе, теми результатами, которые мы показали здесь. Ну, и ряд спортсманов, которые здесь будут принимать участие, я думаю, что волгоградцы будут заведать медали. Насколько готовы волгоградская команда, скажем, проходить? Ну, у нее такой же этап подготовки, они только вернулись в горную работу, и поэтому мы просто рассматриваем первое, что мы рассматриваем. Наша задача, что она попасть на Олимпийские игры, перейхать в медали. И я надеюсь, что Волгоград с Олимпийских игр привезет. Я надеюсь, что, я говорил, мы по силам, я считаю, вызывать и медали на Олимпийских играх, которые мы рассчитываем, только Волгоград, я имею в виду, которые живут. Поэтому мы сейчас в таком периоде находимся, и здесь вот вы обратили внимание, даже 200 кроль. У нас, допустим, 200 кроль за постом стоит с 1,48 результатом украинским, к примеру. Это очень высокий результат для мальчика, который выступает в юношеских соревнованиях еще, понимаете. Просто мы на фоне, еще раз говорю, на фоне лидеров мирового плавания, здесь находились лидеры мирового, элиты находятся. Поэтому здесь надо смотреть и говорить, что мы сможем через два года сделать. Потому что самое главное, это отобраться на Олимпийские игры и выступить на них сейчас. И есть люди, которые готовы, причем это, не надо списывать Перунина, который сейчас, он не попал, он в короткую воду, он заранее говорил, что зимний цикл буду пропускать. Короткая вода не его, он делает старт, вы знаете, у него проблемы со стартом, со скоростью. То есть здесь каждый решает свои задачи, понимаете, поэтому именно мы так же решаем. Ну, спасибо большое, Игорь Михайлович. Пожалуйста, игорь Михайлович. Спасибо.